Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые слушатели Директ-Академии! Я приглашаю вас на новую вебинарную неделю. Неделя у нас будет интересная очень. По расписанию так получилось, что последние пять дней перед праздником Защитника Отечества у нас среди спикеров будут одни женщины. И сегодня как раз вебинар, посвященный гендерным особенностям восприятия информации на вебинаре. Так случайно получилось, что самое интересное, так же случайно получилось, что последнюю неделю перед 8 марта у нас будут одни мужчины-спикеры. Вот такие вот гендерные особенности Директ-Академии. Ну что ж, а я перед тем, как передать слово нашему сегодняшнему спикеру, позволю себе несколько комментариев относительно ссылок, которые я разместил в самом начале нашего чата. Директ-Академия.ру, первая ссылка, это наш сайт, и на нем вы можете зарегистрироваться на все мероприятия до конца нашего учебного года, до конца июня 2019 года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, и на нем будет размещена через некоторое время, и запись этого вебинара, она уже ведется. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов нашего сайта, и на ней вы можете ознакомиться с 10 онлайн-курсами, которые мы предлагаем для наших слушателей. Наконец, последняя ссылка показывает, на какой странице вы можете приобрести сертификат сразу после окончания нашего сегодняшнего вебинара. И, кроме того, я хотел бы проанонсировать три следующих вебинара, которые состоятся, соответственно, во вторник, в среду и четверг. Во вторник завтра у нас будет вебинар нашей постоянной ведущей по теме искусствоведения и истории искусства, Марины Пивень. Будет он посвящен творчеству Ван Гога и пройдет в 12 часов по Москве. В среду наша постоянная ведущая Марина Орешко. В среду в 15 часов, как всегда, Марина Орешко проводит в 3 часа по Москве вебинар. Тема «Библиотечное видео от слайд-шоу до буктрейлеров». И, наконец, в четверг наша сегодняшняя ведущая Лариса Бух проведет второй вебинар, который я очень жду и должен быть достаточно интересным для многих из нас. И будет он называться «Закон о самозанятых. Выход из тени или ловушка». Ну что ж, а на этом мое вводное слово закончено. И я хочу передать слово нашему сегодняшнему спикеру Ларисе Бух для проведения сегодняшнего интересного, надеюсь, вебинара. Лариса, прошу вас на связь. Лариса, прошу вас на связь. Если вы play на моем видео, то есть бегунок и чуть-чуть убавьте звук. Если идут шумы, то тоже убавьте звук и я тогда тоже на своем компьютере чуть-чуть убавлю уровень звука. Тогда, наверное, будет лучше. Все равно громковато. Но убавляйте звук у себя. Если громко, то чуть-чуть убавьте. Сейчас лучше. Хорошо. Лучше. Пусть будет громко, говорит Павел. Хорошо. Договорились. Итак, у нас сегодня тема такая, знаете, действительно предпраздничная. Я даже не подумала о том, что она связана, не связана, вернее, проводится этот вебинар накануне праздника Дня Защитника Отечества. Вы знаете, прошли уже те времена, когда вот так вот на вебинар бегали, сломя голову, только лишь потому, что это вебинар. Я вебинары веду очень-очень давно, где-то начиная с 2007-2008 годов, то есть это были закрытые вебинары, а вот открытый в интернет я вышла в 2010 году, открылся сайт и я стала проводить вебинары. И тогда на вебинары приходило просто сотни людей, и если говорить о том, что целевая это твоя аудитория была или нет, нет, там очень много было людей, которые вместо сериала или новостей, тогда еще не было Владимира Соловьева по вечерам, ходили именно на вебинары посмотреть, а что это за диковинка. Кто-то учился, а кто-то может ожидал услышать что-то, в общем-то, интересное, а вдруг что-то такое скажут. Ну и действительно, а вдруг открывались звезды, эти звезды продолжают гореть некоторые, ну а те, кто просто так, скажем, проводил вебинары, пытался на этом заработать какие-то большие деньги, они уже давно исчезли. Вот те, кто не готовился и не серьезно относился к своей работе. Вебинары – это действительно очень мощный инструмент, и мы с вами это уже знаем. Я работаю на вебинарах как на обучающих, я сама провожу обучение проводить вебинары, а также работаю и с теми компаниями, которые занимаются продажей каких-то своих товаров, маркетингом, продвижением своих товаров на рынок. И действительно, сейчас вебинар – это полезность, и на вебинар приходят на тему, на спикеры, а не из любопытства. Поэтому, может быть, на вебинарах сейчас и меньше людей приходят, но именно те, которые пришли на заявленную тему, на описание вебинара или на спикеры, если они спикеры знают. Ну, мы с вами давайте познакомимся. Для тех, кто может быть со мной уже знаком, я сейчас проведу маленький опрос. Так, бывали ли вы на моих вебинарах? Вот я сейчас провожу опрос, потом еще раз покажу, запуская опрос. Напишите, пожалуйста, если вы были на вебинаре, поставьте «Да», если вы никогда не были на моих вебинарах, поставьте «Нет». Вот сейчас у нас один был, трое не были, один – пять. Так, в чате пишут «Нет», «Нет», «Нет». Ну, вот если говорить эти вопросники, ну, я смотрю и в чате, и вопросники пишут. Все-таки больше пока тех людей, которые, наверное, на моих вебинарах… Ну, сейчас один к двум, да, получается. Вот вопросники просто сразу видно. Ну, тогда я чуть больше расскажу о себе, я останавливаю опрос. Я вижу, что в целом получается один к двум у нас по поводу того, знакомы мы или не знакомы. Ну, как я уже сказала, вебинары я веду очень давно, и основное мое направление – это именно методика проведения вебинаров различного направления, обучающих, маркетинговых, продающих. Чаще, конечно, приходят обучаться преподаватели и тренеры. Ну, и вот в школе ведущих вебинаров уже 9 лет, и курсы, которые я проводила и провожу, ну, все, в общем-то, направлены в основном на обучение, проведение вебинаров для различных направлений. А теперь мы вернемся непосредственно к нашей теме, и я прошу вас в чате написать такой провокационный вопрос. Какой же орган создает разницу, различие между мужчиной и женщиной? Такой, ну, мозг пишет Надежда Павловна. Ну, я думаю, что, да, пол. Ну, в общем, да, провокационный вопрос. Ну, исходя из темы нашего вебинара, я, конечно, наверное, соглашусь с тем, ум Евгения Юрьевна, ну, если восприятие общего и частного, согласно, мозг. Ну, знаете, исходя действительно из темы нашего вебинара, я соглашусь с теми, кто сказал, что мозг. Действительно, основное, вот если мы воспринимаем пока, что у нас вся информация формируется в голове, и что мозг у нас отвечает именно за какие-то там восприятия информации, за принятие решений, за чувства и так далее, то, конечно, мозг. Вот Олег Васильевич пишет, нет, не мозг, геном. Ну, это очень уже глубокое такое понятие. Ну, мы сегодня будем говорить именно о восприятии по-разному информации, не будем так глубоко вдаляться, потому что у нас неподготовленные люди в генетике, может быть. Вот для меня генетика, биология, химия – это вообще самые страшные предметы были. В школе мне долгие годы снились уроки биологии, которые приводили меня в ужас. А если говорить о том, что действительно отличает мужчину от женщины, обычно об этом говорят и ученые, и психологи, что действительно по-разному мужчины и женщины думают, по-разному воспринимают на информацию. Евгения Юрьевна пишет, можно разделить не на мужчину и на женщину, а на физиков и лириков. Да, градацию можно какую угодно производить, действительно можно на физиков и лириков разделить. Главное, что найти отличия между одним типом восприятия и другим типом восприятия. Мы сегодня с вами проведем тест и два опроса после этого теста, и действительно выясним, чем же все-таки, сколько у нас человек, мужчин по мужскому типу восприятия воспринимает информацию, сколько по-женскому, сколько как физики воспринимают, сколько как лирики. Но тем не менее, над фактами, скажем, не поспоришь. Мужской и женский мозг, как доказали ученые, это уже факт, немножко разнится. Женский мозг легче и меньше, чем мужской. Но это вовсе не означает, что женщина глупее или женщина меньше думает или не способна думать. Хотя у нас, вы знаете, много лет существовало именно такое представление, но это было больше связано, наверное, не с способностями мужчины и женщины, а с тем, как устроен мир. И сейчас, во всяком случае, наступили те времена, когда, ну, наверное, женщины даже более активны в жизни, чем мужчины. Даже вот мы сейчас с вами будем это проверять на нашем опроснике. Но пока мы с вами все-таки поговорим о чем. В чем же разница между женским и мужским мышлением? Прежде чем мы ответим с вами на этот вопрос, давайте с вами ответим на другой вопрос. Сейчас вопросники, пожалуйста, будете отвечать. Так, женщина я или мужчина? Пожалуйста, посерьезнее отнеситесь к этому вопросу, потому что кто-то скажет, там, я не женщина, не мужчина. Сейчас опросник открываю и запускаю опрос. Пожалуйста, вопросники, ответьте, к какому полу вы себя относите, к мужскому или к женскому? И мы с вами просто проверим, сколько у нас человек... Пожалуйста, ответьте, вопросники, мне будет понятно, сколько у нас присутствует на вебинаре женщин и сколько у нас присутствует на вебинаре мужчин. Вот у нас 30 человек, ну, как минимум, 29 ответов должно быть. Пока у нас ответил один мужчина и 11 женщин. Да, это получается 12 человек ответили и 17 или 16 человек у нас не могут ответить, наверное, потому что работают, я так понимаю, слушают вебинар на каких-то гаджетах, в которых отвечать невозможно. Но даже вот по тому опроснику, который мы сейчас запустили, у нас один мужчина получается, 7% мужчин и 92% женщин. Это очень показательно для вебинаров, для посещения вебинаров. Павел Юрьевич пишет, у нас целевая аудитория женская. Но вот смотрите, значит, сейчас мы грубо будем говорить, что 93% мужчин, ой, 7% мужчин и 93% женщин. Запомните, пожалуйста, эту цифру, а я тоже напишу, 7% мужчин и 93% женщин. Заканчиваем этот опрос. В целом нам понятно. Вообще я хочу сказать, что большинство, конечно, вебинаров посещают, так же, как и театры, выставки и так далее. В основном, конечно, женщины, если говорить вообще об обучающих вебинарах, о развивающих вебинарах, о гуманитарных вебинарах, так скажем, вебинарах на гуманитарные темы. Есть у меня компании, где, например, продвигают какие-то продукты, инженеры проводят эти вебинары, но это тоже отдельная тема, инженерные вебинары, то есть инженерные не в плане каких-то инженерных конструкций, инженерных изысканий, а когда инженеры проводят вебинары. Вот уж истинно мужские вебинары. А в чём истинно мужские вебинары, мы сегодня с вами продолжим. Так вот, если говорить о разнице восприятия информации, то мужчины и женщины по-разному воспринимают информацию. Олег Васильевич пишет, и что мне делать, я 7% не туда попал. Ну почему не туда попали? Вы же мужчина, и вы ответили, что вы мужчина, туда вы попали. Но, вы знаете, если говорить действительно о физиках и лириках, и мы с вами сегодня как раз, ну, наверное, к этому подойдём, что не всегда у нас будет тест, и не всегда, скажем так, женщина имеет мужской, вернее, не всегда женщина имеет женский тип мышления. Она может превалировать у неё мужской тип мышления. У мужчин может превалировать женский тип мышления. В каком плане? Я уже забегаю вперёд. У нас на эти вебинары ходят в основном всё-таки люди, во-первых, гуманитарные. Вот я сейчас не буду делать опрос, какими специальностями вы занимаетесь. Во-вторых, проведение вебинара – это мероприятие, которое сродни с каким-то творчеством и с каким-то артистизмом. И люди, которые склонны к публичным лекциям, к умению завоёвывать аудиторию вот своей такой вот харизмы лектора, лектора лидера, харизматичного, это люди творческие. А творческие люди, они воспринимают мир не так прямолинейно, как люди нетворческие. А считается, что более творческое такое восприятие мира всё-таки у женщин. Но опять я забегаю вперёд. Так вот, мужчины воспринимают информацию в основном левом полушарии. А левый полушарий – это логика прежде всего, это анализ, это восприятие через вкус, зрение, слух. И мир ограничен пространством во времени. То есть мужчины такие, скажем, конкретные и реальные. Мы не будем говорить, что каждый мужчина именно такой. Давайте это просто сейчас построим на контрастах. Это не значит, что каждый человек именно так. Так, если ты мужчина, всё, ты не способен воспринимать искусство, хотя мы знаем, что лучшие живописцы, лучшие музыканты у нас всегда были мужчины. А женщины же более интуитивны. Вы знаете, я вам могу сказать, что действительно даже в каких-то бизнес-делах, в какой-то рабочих вопросах, очень часто я ориентируюсь на свою интуицию, и действительно интуиция подсказывает. И я иногда думаю, это интуиция у меня работает, или, допустим, лень работает, или какой-то, или это анализ. Но вот иногда я чувствую, не надо этого делать, или, допустим, надо это делать, и заставляю себя, и действительно срабатывает. Женщины больше и фантазёрки. Потому что, вот смотрите, девочки раньше начинают говорить, девочки раньше рассказывают какие-то истории, там что-то, вот мечтают о чём-то. Мне всё время вспоминается фильм «Ох уж, это Настя». Это фильм моего детства, ровесника. Это Настя была ровесницей моей где-то в 70-е годы. Она училась в первом классе, если помнить этот фильм. И вот девочка такая была творческая, своеобразная, и она придумывала, что у неё есть подружка пантера. Вот она идёт по улице, рядом с ней идёт пантера, и она рассказывала об этом. Все думали, что она там какая-то обманщица и так далее. Она действительно просто это фантазировала. Рисует, изображает. Это не значит, что мужчины не могут рисовать и не могут фантазировать. Всё это возможно. Но это больше женский тип восприятия мира и восприятие через так называемое шестое чувство, что называют. Ну, как говорится, я это чувствую своим затылком или щекотанием между лопаток, кто как это воспринимает. И женщины, конечно, более как-то объёмно видят информацию и творчески к ней подходят. Так вот, давайте мы сейчас с вами ответим на тест. У нас будет 10 вопросов. Пожалуйста, вот кому как удобно. Кто, может быть, в телефоне будет считать сразу? Кто, может быть, на бумажке будет считать? Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. Мужчины у нас отвечают на вопрос и ставят ту цифру, которая в голубой колонке, а женщины ставят ту цифру, отвечая на вопрос, который у нас в розовой колонке. Итак, первый вопрос. Давайте записывайте куда-нибудь. Вы слышите тихое мяуканье. Можете ли вы сразу показать, где находится кошка? Значит, мужчины у нас ставят ту цифру, которая в голубой колонке, женщины в розовой. Нет, вы у себя где-то пишите. У себя. Сейчас не надо в чате писать. У себя. В чате не пишите. Нам нужно будет потом подсчитать результат. Так, я перехожу ко второму вопросу. Вы где-то на листочке или в телефоне у себя запишите цифры. Можете сразу считать. Следующий вопрос. Легко ли вы запоминаете только что услышанную мелодию? Так, к третьему вопросу перехожу. Вам звонит человек, которого вы до этого встречали несколько раз. Можете ли вы узнать его голос в первые секунды разговора, пока он еще не представился? То есть, можете ли вы по голосу различить, узнать человека, если с ним не так много знакомы? Ну, встречались. Успеваете? Я перехожу к четвертому вопросу. Вы находитесь в компании нескольких супружеских пар. У двоих из присутствующих тайный роман. Сможете ли вы это определить? Пятый вопрос. На большой вечеринке вы были представлены пяти незнакомым людям. Если на следующий день кто-нибудь упомянет в разговоре их имена, легко ли вам будет вспомнить их лица? То есть, запоминаете ли вы лица людей, с которыми познакомились вчера? И можете ли вы соотнести их имена с лицами? И еще у нас осталось пять вопросов. Легко ли вам давалось правописание и сочинение в школе? Седьмой вопрос. Вы заметили место для парковки машины, но для того, чтобы там припарковаться, вам придется дать задний ход и буквально втиснуться в него. Ваши действия. Но этот вопрос, конечно, для тех, кто водит машину. Но если вы не водите машину, просто представьте, как вы будете парковаться, если очень-очень мало места. Вот для меня сейчас это супер актуальный вопрос. Седьмой. Так, восьмой вопрос. Вы провели три дня в незнакомой деревне. И кто-то просит показать вас, где север. Как легко вы с этим справитесь? Следующий вопрос. Предпоследний. Вы пришли на прием ко врачу. Насколько близко вы можете сесть к представителю своего пола, не ощущая неловкости? Если вы женщина, насколько близко вы можете сесть к другой женщине? Если мужчина, насколько близко к другому мужчине? И последний вопрос. Зашли вы к соседу поболтать? В квартире тихо, но где-то капает вода из крана. Ваши действия. Ну, надеюсь, что все сориентировались, все уже ответили. И сейчас давайте подсчитаем. И я открою опросник, чтобы мы сразу с вами вопросники определили. Сколько у нас вариантов каких ответов? Сколько вы набрали баллов? Пожалуйста, ответьте. Нет, вот сюда вопросники. Запускаю опрос. И вопросники, пожалуйста, напишите, сколько вы набрали баллов. От 0 до 60, от 50 до 100 и от 50 до 60. Если у вас там 50 баллов, то в любую можете колонку написать, где вам удобно. Наверное, все-таки от 50 до 100. Если вы не вписались ни в одну из этих вариантов, не отчаивайтесь, может быть и такой вариант. Это исключение, но может быть такой. То есть у нас получается от 0 до 60 30 процентов и от 50 до 100 70 процентов. Так, я сейчас запишу. 0,60 у нас 30 процентов и 50 до 100 75 процентов. Так, теперь мы с вами смотрим следующий слайд и что же мы с вами видим. Значит, если у вас от 0 до 60, то у вас мужской тип мышления. Давайте с вами вспомним, сколько у нас присутствовало на вебинаре мужчин. 7 процентов, да? 7 процентов мужчин. И получается, что часть женщин, которые присутствуют у нас на вебинаре, обладают мужским типом мышления. И женщин у нас было 93 процента, но женским типом мышления превалирует, где женский тип мышления, у нас присутствует 75 процентов людей. Как видите, получается, что если ты мужчина, это не 100 процентов, что ты являешься с определенным типом мышления только мужским. Если ты женщина, то это не значит, что у тебя только женский тип мышления. Безусловно, женщины. Причем, вы знаете, мне кажется, я не ученый, и я это не наблюдала, но мне кажется, что в связи с тем, что сейчас женщины наиболее активны становятся в обществе и занимают руководящие должности. А руководящая должность, как правило, предполагает определенные навыки, определенные черты характера, то у женщин начинает превалировать мужской тип мышления, который считается мужской тип мышления. А вот когда я сейчас смотрю на мальчиков, там, 20 лет, ну, где-то вот в этом возрасте, 18-20, какая сейчас одежда, как они деваются, пестренько в котеночках, в бантиках, в беленьких носочках. Ну, это не значит, конечно, что если они так оделись, они не способны быть мужчинами, да? Но идет вот такое вот выравнивание, наверное, усреднений полов, что ли, скажем так. Олег Васильевич пишет, мышление не имеет пола, это наука. Ну, в общем-то, да. Давайте дальше посмотрим, что если мужчины вдруг набрали меньше нуля баллов, то имеют склад ума резко отличный от противоположного пола. А женщины, набравшие больше 100 баллов, также имеют, ну, скажем так, набравших менее, вернее, 50 баллов, может проявляться склонность к мужскому варианту, сильно к мужскому варианту. Ну, у нас, в общем-то, получился такой усредненный вариант, и женщины, обладающие, наверное, знаниями, харизмой, руководящими какими-то должностями, занимающиеся какими-то такими специальностями, которые подразумевают именно логику. Вот я проверяла себя по этому тесту, по другим тестам. Я вам тоже могу сказать, что у меня лично идет превалирование мужского типа мышления, логическое такое мышление. Хотя при всем при этом я гуманитарный гуманитарий, как я уже неоднократно говорила, и мне достаточно сказать море, чтобы я почувствовала запах моря и шум прибой. То есть элементарно включаясь в любую ситуацию, истории с этой девочкой Настей, и ее представлениями о том, что у нее есть подруга Багир, это пантера, мультяшный тогда был персонаж, для меня это тоже абсолютно приемлемо. Я могу себя представить в любой компании, если я даже нахожусь одна, и диалоги вести. То есть здесь нельзя говорить абсолютно однозначно. Тем не менее, нужно учитывать свою целевую аудиторию, как целевая аудитория воспринимает твою информацию. И все-таки у нас здесь с вами больше присутствует людей, я так думаю, которые занимаются преподавательской деятельностью. Кстати, вот я не задала такой вопрос, а просто давайте так, если вы гуманитарий, поставьте в чате там букву «Г». Если вы технарь, по своей специальности, букву «Т», то есть гуманитарий и технари. Я вижу, что больше все-таки у нас бежит гуманитариев, чем технарей. Вот Павел Юрьевич поставил, что он технарь, но я думаю, что вы такой смешанный тип, потому что вы проводите вебинары, вы проводите так творчески тоже, артистичность какая-то тоже присутствует. Но когда мы с вами ориентируемся на целевую аудиторию, как я говорю, у меня есть инженер. Если я инженером буду проводить такой вебинар, как я сейчас провяжу, с такими картинками, эмоциональным восприятием, у нас здесь очень много с вами каких-то эмоциональных моментов. Кстати, кто придет на следующий вебинар в четверг, там у нас будет намного… Почему я так… Не то, что меня колеблет, я провожу такие творческие вебинары, вот методика проведения вебинаров – это скорее где-то артистизм, донести информацию, там маркетинговые вебинары – это вообще манипуляции сознанием. Продающие вебинары – еще большие манипуляции сознанием. А вот когда вот с инженерами я работаю, и им нужно манипулировать сознанием их слушателя, но слушатели их тоже, в общем-то, инженер, не в общем-то, а инженеры, технари, люди, которым нужна конкретика. И это не значит, что там приходят абсолютно все мужчины-инженеры и слушают эту информацию. Приходят и женщины-инженеры, и представители компаний, которые нужно действительно логично, конкретно, четко. И при этом нужно воздействовать на эмоциональную сферу, то есть убедить их через логику, через какие-то цифры, через факты, убедить их в нужности и важности этого продукта. Но опять же, вы сейчас просто представьте, если вас спросят, как пройти, допустим, к какому-то объекту, как вы будете рассказывать? Женщины, как правило, говорят по каким-то ориентирам. Вот пройдете до этого перекрестка, на перекрестке будет магазин пятерочка, за пятерочкой вы повернете налево, пройдете парикмахерскую, за парикмахерской будет там собачий, кошачий магазин, и вот тогда вы увидите вот тот объект, который вам нужен. Мужчины же, как правило, ну с мужским типом мышлений скажут, пройдете один квартал, на светофоре повернете налево, пройдете до следующего светофора, и там вы увидите этот объект. Или там какие-то вот такие вот будут больше числовые понятия. Или пройдете 100 метров после этого, вот мне скажи, пройдите 100 метров, да я понятия не имею, что такое 100 метров. Вот, поэтому когда меня спрашивают, например, ой, а у тебя далеко метро? Ну минут 10, допустим, идти, а может 15, там каким шагом идти? Хотя гораздо проще сказать, 800 метров от себя находится метро. И я о том, что оно 800 метров от меня находится, где я живу, я живу в Санкт-Петербурге, я узнала только тогда, когда я по карте посмотрела, как далеко от меня метро находится. И если мне скажут, а как пройти? Вот даже когда ко мне идут кто-то от метро, там гости какие-то, первый раз, я им всегда говорю, выйдите из метро, посмотрите направо, увидите Сбербанк, перейдите на сторону Сбербанка и идите вдоль дома, где библиотека, до следующего перекрестка, там будет художественная школа. Когда вы подойдете к художественной школе, вы увидите красный кирпичный дом. Вот вам нужно идти к этому дому. Вот честное слово, честно говоря, что я объясняю всегда именно так. Ну хорошо, что сейчас очень многие, допустим, курьеры, они по навигаторам ходят, им не надо этого объяснять. Так вот, что касается запоминания информации, как раз мы будем говорить. Мужчины, чтобы запомнить информацию, им достаточно резюмирующие мысли. Так, вот у нас здесь в чате есть, пишут, программистов, которые мужчины и женщины поют, рисуют, играют на сцене и так далее. И все тоже на достаточно высоком уровне, с гастролями и выставками. Ну, пишут, что есть такие программисты. Ну, физики и лирики. Помните, у нашей физики эти были, они и есть, семейные пары Никитины, которые поют. И я в школе, кстати, два года было в моей жизни, когда я училась в математической школе, и практически все мои однокурсы, одноклассники поступили тогда, я не знаю, сейчас так называется, или нет, Бауманское училище. Тогда, сейчас университет, наверное, Баумана. И я помню, у костров у нас был летний лагерь, мы с палатками выезжали на реку и пели. Это не значит, что если ты технарь, то ты не способен петь или там танцевать. Безусловно, все это способно. Но мы говорим, о специфике все равно мышления. Физика, лирика, мужчина и женщина, технаря и гуманитарий, так скажем. Но это не значит, что женщина-гуманитарий не способна воспринимать какие-то логические вещи. Но, тем не менее, определенная специфика есть. И проводя вот множество вебинаров и работая с разной целевой аудиторией, скажем, на открытые вебинары ко мне чаще приходят люди действительно с гуманитарным восприятием, женским восприятием, женская аудитория. Но очень много мне приходится работать на закрытых вебинарах, где компании, допустим, приглашают меня обучить, проводить вебинары, проводят внутренние вебинары, где у них исключительно, скажем, 90% мужской коллектив. Причем, вы знаете, что касается программистов. Программисты не такие уж технари, я вам должна сказать. Вот на мой взгляд. Сейчас изменилось отношение с этим системные администраторы, программисты. Там очень много творческих моментов. И если вот я разговаривала со специалистами, с программистами, и вообще интернет, он построен на гуманитарии, для гуманитариев. Вот великолепно работают в поисковиках гуманитарии, а ведь для того, чтобы работать в поисковике, это тоже создают все те, кто работает, для нас создают и Google в поисковик, и Яндекс, и все эти вот алгоритмы поисковые. Так что здесь не так все однозначно с программистами, что они такие уж технари. Так вот, если говорить о мужчинах, то мужчины запоминают резюмирующую информацию. Им не нужно вот таких вот пространных рассуждений, каких-то там лирических отступлений. То, что вот очень модно было, но и тем не менее, это нужно все равно использовать разумно на вебинарах, хотя одно время там только так, говорите, старителлинг, то есть истории какие-то рассказывать, продающие, обучающие истории. То, что дает... Вот женщинам нужно нарисовать картинку, а мужчине нужно сказать все конкретно. И это на самом деле так, когда вот я работаю, я в этом убеждаюсь. Мужчины начинают меня там заносить, и я начинаю лирические отступления делать для того, чтобы подвести к какой-то там конкретной мысли. И говорят, ну давайте по существу, давайте по существу. Значит, и что касается эмоционального восприятия. Вот опять это наука. Это не то, что там кто-то придумал. Наука говорит о том, что женщина воспринимает информацию в оба полушария эмоциональную, а мужчина опять воспринимает только в правой полушарии, то есть только то, которое отвечает за эмоции, за эстетику какую-то. Но во всяком случае, вот женщина, ну скажем так, видит картину двумя глазами, а мужчина видит картину одним глазом, то есть через правый глаз, или в общем он видит только одним полушарием, то есть у него второй полушарий в этот момент молчит. А у женщины и логика, и эмоции одновременно. Вот недаром же с одной стороны говорят, что вот там же, ну фильмы мы смотрим, или какие-то художественные, документальные, читаем, и у нас и анекдоты про то, что женщины такие эмоциональные, женщины более лживые, женщины манипулируют мужчинами, на самом деле это так. То есть женщина, она более такая тонкая, никто об этом не будет сейчас спорить, ну скажем так, превалирующий, когда превалирует женский тип мышления, скажем так, а не женщины именно. И восприятие цвета. Это опять же наукой доказано, что женщины различают больше оттенков цветов, чем мужчины. Мужчинам труднее найти оттенки желтого, зеленого, синего, то есть, помните даже, по-моему, в этом есть, да, сейчас скажу, это в уральских пельменях, может быть, видели этот момент, если смотрите, когда жена звонит мужу и просит его там из розовой сумочки что-то достать, или там, или из красной сумочки, я не помню, показано, что стоит там 10-12 сумочек приблизительно одного цвета. И он смотрит на них и никак не может понять, про какую сумочку она говорит. Вот у женщины там розовая, там розово-бежевая, розово-такая, розово-сиреневая, а для мужчин она одного цвета, она розовая. Действительно, это так, и это не мои фантазии, это не фантазии там тех, кто пишет эти статьи, кто... Это научные доказанные факты. Конечно же, это не так однозначно, опять будем говорить, для тех, кто превалирует, у кого превалирует мужской тип мышления. И способность воспринимать решения. Сейчас мы будем с вами переходить уже к тому, как же нам использовать вот эти данные для проведения вебинаров. Почему я в самом начале сказала, что если раньше ходили на вебинары только для того, чтобы посмотреть, а что же там будет на этом вебинаре. И я помню, когда я в 2010 году вела огромное количество вебинаров открытых, приходили люди вот абсолютно левые просто. Я потом смотрела на них на фейсбуке, там анкеты они какие-то заполняли. И сейчас их уже нет на вебинарах, им просто от нечего делать, они приходили на эти вебинары. Сейчас на вебинары приходят целенаправленно, приходят для того, чтобы получить конкретную информацию, чтобы получить какие-то там для себя определенные знания, пополнить свой интеллектуальный багаж чем-то конкретным, результативным. И поэтому мы очень хорошо с вами должны ориентироваться на целевую аудиторию, которая к нам приходит. Мы должны знать свою аудиторию целевую. И для этого, когда мы знаем свою целевую аудиторию, мы знаем, как преподносить материал для той или иной целевой аудитории. Я могу сказать, опять же, по своей практике, наверняка по этому ресурсу, куда вы ходите, в вашей компании, ходит, но вот видите, Павел Юрьевич сказал, у нас женская аудитория в основном. То есть, это те вебинары, на которые приходят мало того, что женщины, то есть, определенные темы вебинары, на которые приходит именно в основном женская аудитория. Мужчины преподавательской аудитории приходят. То есть, это в основном преподаватели. Это люди образованные. И когда ты знаешь свою целевую аудиторию, то ты преподносишь информацию именно так, как она тебя слышит. Вот я могу сказать, что ко мне на вебинары приходят люди от 30 лет и 60-70, в зависимости от того, насколько в более старшем возрасте владеют компьютером и активную жизненную позицию занимают работать, продолжать. Ко мне абсолютно в 2010-2011 иногда попадали на вебинары, скажем так, инфобизнес мы будем их называть. Те, которые приходят и хотят, чтобы в трех словах рассказали, как они ничего не делают, получат там большую сумму денег. Отвалились эти люди, потому что на всех своих вебинарах, я говорю, что для того, чтобы работать, чтобы добиваться определенных результатов с помощью вебинаров, нужно проводить грамотные вебинары, нужно много работать. Я вам честно скажу, и, наверное, вы со мной согласитесь, что для того, чтобы подготовить один вебинар, я трачу минимум 6 часов. Это при условии, что ты уже собрал информацию, ты уже какое-то время живешь в этом вебинаре. Вот у меня 21-го числа будет вебинар про самозанятых, мы об этом вебинаре говорили еще перед Новым годом. И я специально его поставила где-то на конец февраля, потому что перед Новым годом еще было много неясности, непонятности. И я с того мере времени, вот посмотрите, январь, февраль и еще там часть декабря, я нахожусь в состоянии подготовки к этому вебинару. Вот Павел Юрьевич подсказывает, да, примерно так, около 6 часов подготовка к одному вебинару. У меня накоплен материал по этому вебинару, практика его применения этого закона о самозанятых. И я сяду, я думаю, что даже я его не 6 часов, в тот вебинар я буду готовить более 6 часов. Я вот как раз в эти дни, сегодня-завтра, сяду за подготовку именно вот этих слайдов. Логики изложения. 8 часов на 1 час. Да, ну 6, я говорю, примерно 6 часов. Может быть и 8 часов, иногда может быть и больше. Потому что вот даже сегодня этот вебинар я подготовила, там вчера загрузила слайды, сегодня я утром проснулась, хожу, ага, нужно вставить еще 2 слайда. Я чувствую, что здесь вот вводная часть, вот те 2 слайда, когда я говорил, что там бегут на вебинары, потом, что сейчас заходят на спикеры и на тему какую-то. Я поставила эти вот слайды буквально за несколько минут до вебинара, то есть у меня додумалось, что нужно немного преамбулу изменить. То есть и бывает так, что просматриваешь слайды, там еще что-то дополняешь. И даже когда ты уже подготовил вебинар, в нем нужно немножко пожить. И тогда еще какие-то мысли появляются, уже доделаешь. Но в среднем где-то 6 часов ты готовишь вебинар. И если говорить о способе принимать решения, вот когда мы проводим, допустим, какие-то курсы мы готовим, мы проводим, пробуем вебинары, продающие вебинары. Для женщин принятие решений это более сложный процесс. Во внимание берется больше информации и каких-то факторов. То есть мы должны больше женщину ввести в какое-то эмоциональное, стрессовое состояние, не то, что она должна трястись, но такое приподнятое эмоциональное настроение, чтобы она приняла решение о том, чтобы купить наш курс. Или если мы хотим донести какую-то информацию до женщин, чтобы она не просто пришел на вебинар, отторагбанил свою информацию и ушел, и досвидос, делайте как хотите. Я преподнес ее так, как хочу. Мы должны действительно, вот сейчас я уже научилась собой управлять, а первые годы, вы не представляете, когда я только начинала вести вебинары открытые, я была в полуобморочном состоянии до вебинара. То есть я входил как актер, и говорят, что они входят в роль какое-то время. И потом после вебинара ты тоже какое-то время вообще в ауте. То есть ты отдал столько своей энергии. Сейчас я научилась управлять уже именно этими процессами, не растрачивание энергии в таком количестве, как это было первое время. Наверное, это с опытом приходит. Я вспоминаю рассказ Татьяны Васильевой, актрисы, которой Дульсинея играла. Как-то был случай, она рассказывала, что куда-то они ездили на гастроли, и она устала и перед спектаклем решила поспать. И она вроде появлялась там в спектакле не с самых первых минут. И она бреется на лысо у нее, то есть голова лысая, она спортом занимается. А на спектакле она, естественно, надевает парик. И вот Садальский, по-моему, даже партнер ее по спектаклю рассказывал. И вот ее вызывают на спектакль, ей нужно выходить, она с просона поднимается, забывает надеть парик, вылетает на сцену без парика, лысая. Но тем не менее, там в доли минуты, там доли секунды, может быть, она тут же включилась в роль, и она отыгрывает эту роль. Вот так же вот и с вебинарами. Ты начинаешь привыкать к тому, что ты часто проводишь вебинары, и ты отдаешь свои эмоции, ты отдаешь свои знания вместе с эмоциями. И для того, чтобы действительно тебя услышали, потому что задача наша, чтобы нас услышали, мы доносим информацию эмоционально, но опять же, учитывая специфику нашей целевой аудитории. Я вам могу сказать, что вот такие закрытые вебинары для инженерно-технического состава, ну вот я говорю, есть несколько у меня компаний, с которыми я работаю. Чаще, конечно, все-таки работаешь с теми людьми, которые более артистичные, работают на открытые вебинары. Это тренер, это преподаватели, маркетологи, это тоже актеры еще те. Но вот там вебинары значительно отличаются, вы просто поверьте мне на слово, там вебинары, во-первых, короче, во-вторых, раз, два, три, понятие, там, результат сделал то, пошел туда, получил вот это. И мужчины, они быстрее запоминают информацию, быстрее реагируют, но подавать информацию действительно нужно по-разному. Вот женщины, они действительно больше склонны к спонтанным покупкам, потому что воздействуешь на эмоции, вот мы с вами будем говорить действительно, какие у нас способы воздействия на вебинары, эмоциональные, логические, там, визуальные и так далее, для женщин и для мужчин. И если вот говорить действительно вернуться к покупкам, потому что любые наши вебинары открыты, они являются продающими. Вот я сейчас провожу бесплатный вебинар, я продаю, я продаю себя, то есть я не продаю ничего конкретного, но я продаю свою харизму, я продаю свою компетентность, я продаю, скажем так, симпатию к себе, для того, чтобы в следующий раз, когда я что-либо конкретно продавала, мне нужна целевая аудитория, чтобы пришли уже конкретно ко мне, узнав меня, захотели прийти услышать какой-то мой следующий вебинар и в конечном итоге что-то, допустим, у меня купили. Если вот проводят преподаватели, и вы не продаете никогда ничего на вебинарах, вы выступаете в сообществах, вы все равно продаете себя. Вот просто помните, потому что преподаватели очень часто проводят для того, чтобы поставить галочку, что я провел, вот я участвую там в активной деятельности, в профессиональной и так далее. Вы продаете свой профессионализм, продаете свою компетентность. В конечном итоге сейчас доступны записи вебинаров, вы продаете свои там это резюме, что вы участвовали, продавали, проводили такие-то вебинары. И в конечном итоге вы продаете себя как профессионала, повышение по службе, какие-то там повышения к зарплате и так далее. И вот эти вот замечательные отзывы, которые будут о вас, или посмотрят записи ваших вебинаров, и если смогут их оценить, то, и почему я говорю смогут их оценить, потому что очень часто, еще до сих пор, слушая вебинары именитых, казалось бы, специалистов, преподавателей, они очень сильно грешат. Вот знаете, такой слайды, как правило, очень у многих не слайды, а конспекты лекций вырванные, малые иллюстрации и такие, знаете, заумные фразы. Вот у меня очень многие учатся преподаватели. Заумные фразы, очень сложно написанные слайды, там с запятыми, точками запятыми, сложными предложениями. Это очень утяжеляет восприятие информации. Вот, значит, опять же, вот как воспринимается искусство, так же и воспринимаются покупки. Женщина воспринимает двумя полушариями, эмоцией и логикой. И если уж говорить, скажем так, еще дальше, потому что есть у меня вебинары там на различные темы, где говорится о том, что как воспринимают информацию, в принципе, там люди принимают решения. Если человек эмоционально принимает решения в большинстве своем, ну, женщины еще больше женский тип мышления, а логику они, знаете, объясняют и пытаются вот свою эмоцию прикрыть логическим объяснением. Что вот я купила эти туфли не потому, что мне вот взбрендило это головы в кошельке, сейчас были эти деньги, а потому что мне нужны эти туфли. И начинают объяснять, почему они нужны. И что касается вербального и невербального восприятия, то женщины лучше слышат эмоциональные оттенки голоса. И вот у нас с вами какие инструменты? Голос – это один из наших важнейших инструментов на вебинаре. И поэтому мы должны хорошо владеть не только грамотной речью, ну, что в основном у нас здесь у всех присутствующих есть, но и эмоциональными оттенками голоса, модуляции различных, повышения и понижения. Ну, как у любого лектора, хорошего лектора, я всегда привожу в пример, вот как эмоционально ведет свои передачи Эдвард Радзинский. Да, он настолько голосом рисует картины, что не нужно даже никаких уже сопровождающих материалов. Ты просто-напросто погружаешься в ту атмосферу, которую он тебе нарисовал. Я не могу сказать, что я приверженец его выступлений, но вот как он эмоционально говорит, и как он меняет тембр голоса, ритм голоса, это все очень хорошо сказывается. Женщины хорошо считывают язык жестов и выражения лица. Что мужчина скажет, что ой, а я не понял, допустим, муж с женой куда-то пошли в гости, и идут обратно и обсуждают, как у них прошел вечер. Жена рассказывает, ага, вот ты знаешь, там вот это вот так посмотрел, а вот это так сказал, а когда вот этот рассказывал, там она так на него глянула, наверняка там какие-то вот есть, ну я и говорю, там не то, что там тайные романы, что она воспринимает взгляды, жесты и читает, что может за этим стоять. То есть какие-то, может быть, другие отношения или удовольствие-неудовольствие. То есть прочитывает, как человек воспринял ту или другую информацию, когда он что-то там слышал или, ну вы сами понимаете, о чем я говорю. И великолепно эту информацию анализирует. И опять же не хочу сказать, что мужчины такие тупые, они ничего не способны заметить. Но если женщины вот могут уловить какие-то нюансы в поведении человека, в том, как он там кашлянул, мигнул, моргнул, отреагировал на ту или другую ситуацию, то мужчины иногда это просто-напросто пропускают. Потому что они, наверное, видят все это более глобально, более, ну скажем так, объемно. Вот у меня с подругой всегда на эту тему не то, что спор. Вот я смотрю фильм и, вот, наверное, я вот опять склоняюсь к тому, что у меня больше мужской тип восприятия информации в некоторых случаях превалирует. Вот мы смотрим с ней фильм. Она сидит просто вот впялившись в экран и следит за каждым жестом, за каждым движением. А я смотрю и мне нужен сюжет. То есть вот я просто слежу за сюжетом, а остальное все додумываю. Может быть, это связано с тем, что я сама додумываю. Мне не надо там просто такой авторитарный, может быть, характер. Я додумываю ситуацию, а она смотрит именно вот каждые детали, кто в каком одежде был одет, как там пошиты эти платья и так далее и тому подобное. Вот я этого просто не вижу. Ну, платья, да, там, стилизованные, не стилизованные, мне без разницы. Ну, там, под какие-то, там, 18-19 века. Это вот женщины больше смотрят на детали, видят их. Итак, подойдем теперь к вебинару. У нас какие есть инструменты в вебинаре? У нас есть слайды, визуализация информации. Кто говорит, что вот слайды – это не важно, я с теми категорически не соглашусь. Слайды – это то, с чего вообще нужно начинать каждый вебинар. И слайдов должно быть много, слайды должны быть визуализированные, то есть визуализировать информацию. Каждый тезис на слайде должен быть отражен. Нету такой информации, которую ты произносишь на вебинаре, и она у тебя не отражена на слайде. То есть у нас большинство людей, конечно, визуалы. И они должны и видеть, и слышать, о чем мы говорим. Второй наш очень важный инструмент – это голос и речь спикера. Я уже, в общем-то, об этом много сейчас сказала, что мы не только должны обладать правильной речью, но мы должны еще и хорошо эту речь поставить и тембр голоса. И когда мы говорим, мы должны и повышать, и понижать голос, и делать какие-то логические паузы. То есть это определенные лекторские приемы. Но опять же, если мы к целевой аудитории больше ориентированы, и ориентированы на женскую аудиторию в основном, то у нас должно быть больше каких-то голосовых приемов, менять модуляцию голоса, рисовать голосом картины. Женщины это лучше воспринимают, чем мужчины. Но если говорить о видео и музыке, вот мы сейчас не используем ни видео, ни музыку на вебинаре, в связи с тем, что я всегда проводила и музыку ставила всегда перед вебинаром, и видео очень часто использовала. Сегодня бы я использовала видео. Но, к сожалению, никак эту площадку не доработает до того момента, когда можно демонстрировать видео с YouTube, где больше всего таких видеороликов, которые, ну, как приемы какие-то показывающие, сопровождающие твой рассказ, и также музыку оттуда ставить, нужно только загружать. Но музыку я могла бы поставить, просто я сегодня первый раз на этой площадке, с этой аудиторией. Очень часто перед вебинаром я ставлю музыку, которую я сама записываю, там, слайды делаю, музыкальные клипы, для того, чтобы аудитория собиралась не в пустующую аудиторию. Ну, и еще нужно знать аудиторию, откуда аудитория слушает вебинар, стоит ли ставить музыку, если люди слушают на работе и просто не могут в этот момент, ну, насладиться предвкушением вебинара. А вообще музыка играет очень большую роль для настройки человека на определенную тематику вебинара. Ну, я просто сейчас, как, может быть, маленький мастер-класс скажу, что вот я ставлю музыку перед началом своих каких-то курсов, ну, когда идут уже внутренние закрытые вот эти вот мероприятия, и у меня музыка идет там, допустим, за 10 минут до начала вебинара идет тихая-тихая музыка, такая вот спокойная, и уже буквально за полминуты до начала вебинара, за минуту там до начала вебинара она начинает повышаться, и люди даже, если они не сидят перед монитором, а просто слышат эту музыку, отвлеклись на что-то другое, они слышат, что вот музыка нарастает, и сейчас начнется вебинар. То есть там есть такие свои интересные фишки. И музыка и видео – это все для эмоционального воздействия, с одной стороны, с другой стороны. Видео – это демонстрация каких-то сопровождающих вебинаром материалов, и их, безусловно, нужно показывать, но здесь без разницы, мужская и женская аудитория. Но, например, если для эмоционального восприятия вы видео показываете, хотите как-то воздействовать более эмоционально, и больше получить результат от своей целевой аудитории, присутствующей на вебинаре, то нужно учитывать, что можно включить какие-то там видео. Просто у нас здесь могут быть очень разные аудитории, которые ведут, например, тренеры, ведут тренинги. И не обязательно, не только, допустим, видео нужно показывать для того, чтобы на тренинге применить какие-то приемы, продемонстрировать там что-то для сопровождения информации по тренингу, а именно ввести человека в то состояние, в котором он будет воспринимать лучшую информацию от вас, то есть как эмоциональное воздействие. Ну и если говорить о мужских и женских слайдах, вот я же подготовила тысячи вебинаров, ну не тысячи, там сотни, может и тысячи уже не знаю, сотни, наверное, все-таки вебинаров своих учеников. И разные-разные были ученики на разные темы. И если говорить о мужских и женских слайдах, то есть если вы ведете женскую тематику, а не просто там, что вы ведете какой-то, допустим, о строительстве домов, вот как у меня здесь слайды представлены, А будете с цветочками и с бабочками брать шаблоны слайдов? Нет, конечно. Если вы ведете тематически такие вебинары, которые ориентированы на женскую аудиторию, связаны с женскими какими-то тематиками, это могут быть тренинги, это могут быть обучение тем же сломанным, дизайн ногтей, или как делать прически, или как грамотно одеваться в деловой обстановке, то это, в общем, если женские, да, такие слабые, что они должны быть более красочные, более иллюстративные, больше призывать к эмоциям. Если мы ориентированы на мужской тип восприятия, скажем, на мужские вебинары, то должно быть меньше деталей. Просто мужской мозг не воспринимает такое количество деталей, которые воспринимает женщина. И больше должно быть измеримых результатов. И опять же, если мы продаем дом, давайте мы скажем, мы продаем дом, или мы рассказываем там, ну, не знаю, там, не важно, о загородном строительстве. Для женщины обязательно нужно показать вот такую картинку, которая у нас в правом верхнем углу. Как можно красиво жить в этом доме, там, какие можно салфеточки поставить, как можно обустроить этот дом. Мужчина смотрит на что? Насколько это, потому что кому придется работать в этом доме, его поддерживать? Мужчине. Какой фундамент? Какой толщины доска? Вот женщине, вот скажи, доска 12 миллиметров. Но она ей вообще ни о чем не скажет, да? Мужчины все-таки, вот не случайно, мальчики у нас играют с машинками. Мальчики там что-то, знаете, вот колотят по этой машинке своим молоточком. Вот. Это изначально, вот ребенок, он уже рождается с определенными задатками. Так вот, мужчине там, чем покрыта крыша, какие перекрытия, какие размеры? Женщине не можно рассказать о размерах, да? Не можно и нужно, да? Ну, мы будем рассказывать о размерах, что здесь установится хорошо. Мужчине нужно сказать, там, допустим, 4 метра, да? Доска половая у нас там 12 или сколько она, 20 дюймов, я не знаю, дюйм 12 сантиметров, ой, 12 миллиметров. Ну, там, неважно, мне тоже, я не знаю, хотя у меня на даче лежит доска, понятия не имею, сколько она дюймов, хотя миллион раз на нее смотрела. Какая доска, из какого дерева эта доска сделана? А женщине, да, вот она сделана, допустим, из сосны эта доска, но она дает аромат. Мужчина смотрит, сосна, насколько долговечна, насколько прочна, там, что можно с этой сосной там сделать, какой пропиткой ее пропитать. А женщине аромат, то есть, когда мы продаем сосновый аромат, это полезно, это экологично, это продлит вам здоровье и так далее и тому подобное. То есть, вы понимаете, что мужчине конкретика, женщине эмоции. Опять же говорю, не воспринимать это 100% за истину. Если у вас 70% мужчин присутствует и 30% женщин в вебинаре, это не значит, что вы должны говорить именно так, как для мужчин. Здесь нужно говорить, кто является вашей целевой аудиторией, кто принимает решение о покупке, например, дома. Если я говорю здесь про продающие вебинары, но точно так же и любые обучающие вебинары. Нужно адаптировать свою целевую аудиторию под восприятие информации. Просто я привожу пример, как ею пользоваться, этой информацией, когда вы проводите вебинары для той или иной целевой аудитории. Ну и еще раз вернемся к про слайды, мужские и женские слайды. Больше оттенков, эмоциональные рисунки, женские цвета. Это если вы проводите вебинары определенной женской тематики. Но даже если это не женская тематика и вебинары для педагогов, опять же, женщины воспринимают информацию, и им более теплые цвета нужны. Тем более для педагогов это эмоциональные, все-таки педагог это люди эмоциональные. Независимо в данном случае мужчины или женщины, это люди, у которых развита эмоциональная сфера. Но я, что касается вебинаров, опять скажем, я за то, чтобы слайды всегда были белыми, шрифт всегда был темных цветов, там черный, темно-серый или темно-синий. Это не значит, что вы проводите вебинары, нужно вы весь в бабочках или такой, знаете, черно-белый сделать, если это мужские, так скажем, вебинары. Нет, конечно. Опять же, нужно учитывать, чего вы хотите получить от своей целевой аудитории в результате проведения вебинара. Как они лучше усвоят информацию, не загружать слайды ненужными какими-то объектами, но тем не менее выбирать цвета. Вот у меня слайды, я скажу, женские слайды, то есть они ориентированы на женскую аудиторию, и я как женщина их выбирала, ну, по своему, скажем так, пристрастию. Ну, есть еще и определенный момент. Вот эта фиолетовая полоса внизу означает все-таки, что это связано что-то с обучением, то есть фиолетовый цвет, это цвет чернил, но оранжевый цвет наверху, вот для меня просто радует глаз, и я сделаю так, как я хочу. А вот эти вот иллюстрации, которые в большом количестве тоже у меня присутствуют на слайдах, они связаны с тем, что действительно основная аудитория, которая посещает мои вебинары, это женская аудитория, и тоже это радует глаз. Ну, и мужчин, я думаю, вот кто мужчин присутствует, это тоже, наверное, отторжение эти слайды не вызывает, потому что, я говорю, большинство все-таки мужчин, которые связаны с вебинарами, с преподаванием, даже если технари, то все-таки это люди, которым присущена определенная артистичность. Вы знаете, как вот я говорю, с инженерами работают, у них вроде и грамотный язык, но они не могут развить вот так вот свою тему и донести информацию вот даже для других сотрудников своего отдела. Они говорят всегда очень-очень как-то сухо, да я же все сказал, ну а зачем вот это еще расшифровывать? Павел Юрьевич пишет, я тоже люблю с иллюстрации и малым количеством текста. Ну, это, в общем-то, закон для вебинаров, что иллюстрация, она впечатывается у тебя в глазах. Вот я сейчас вам, когда сказала, что припарковать машину для меня сейчас очень актуально, ну, многие думали, что у меня давным-давно машина, тем более там долгое время была в таком бизнесе, в бизнес-бизнесовом. И мне всегда говорили, вот вы если поедете к нам в офис, вот там вот можете припарковаться. Никому в голову не приходилось, что я вообще езжу на общественном транспорте или на такси. Вот, а сейчас я пошла учиться на водительские права. И вы знаете, ведет преподаватель, потрясающий опытный человек, ему уже там лет 70, наверное, у него 50 лет водительского стажа, наверное, больше даже 70 ему лет. У него больше 50 лет стажа водительского. Но когда он проводит у нас занятия, я сижу и вместо того, чтобы, знаете, вот вникать в то, что он говорит, я не могу вникнуть, потому что у меня уже сидит во мне педагог. Ага, он слишком много говорит, у него нет слайдов. Я по первому занятию просто сделала слайды, показала ему, влезла и говорю, вот так вот надо учить. Я вас не воспринимаю. Вот, вот посмотрите в ПДД, вот теперь посмотрите туда-назад, там этот знак висит, который это означает. А вот теперь вот посмотрите вот сюда на доску, здесь я там что-то машинку двинул. Не воспринимается информация, потому что нет визуализации. А когда есть визуализация, человек, 70% людей запоминают информацию лучше, если она и визуализирована, и написан, то есть вот смотрите, если здесь будет много-много текстов, например, я написала, на женских слайдах нужно делать больше оттенков, иллюстрировать эмоциональными рисунками и использовать женские цвета. И что это будет? Вы просто не успеете не воспринять информацию, не запомнить эту информацию. А вот пройдет какое-то время, и вы посмотрите слайды, вам не нужно будет рассказывать, или вспоминать, вернее, что там я говорила, вы автоматически вспомните. То есть это такой супер краткий конспект на слайдах. Но если говорить о мужских, вот здесь видно, мужских и женских слайдах, если вы работаете в такой тематике, где нужно о каких-то компьютерных программах говорить, или о каких-то там грузоперевозках, да, иллюстрации должны быть. Но женщинам, допустим, показать нужно несколько иллюстраций, которые эмоционально воздействуют, да. А для мужчин это более лаконично. Там это может быть просто, ну говорите вы о грузоперевозках, рассказывайте, там, о логистике какой-то. Можно просто-напросто машинки, знаете, такие, квадратиками изобразить, или там, какими-нибудь иконками машинка. А женщине будет гораздо лучше воспринимать, потому что она образно будет воспринимать, дать картинку настоящей машины. Вот я о чем говорю. Но не говорю, что опять конкретно о женщине, о мужском и женском типе восприятия. Ну и, конечно, вот опять вернемся к речи спикера, потому что без нашей речи вебинары были бы не вебинарами. Мужчинам и женщинам, как слушателям, излагать материал нужно по-разному. Опять же, женщины более эмоциональны, больше нужно проявлять каких-то человеческих чувств. Рассказывать об отношениях, может быть, между людьми, если там, какие бы ни были вебинары, ну, адаптировать под свою тематику и под свои задачи вебинара, да. А поговорить, да. Вот кто у нас наиболее активен всегда на вебинарах? Ну, естественно, мужчины, которые приходят на вебинары, они активны. Но если поговорить, посмотреть об активности, то женщины всегда активнее включаются в какие-то тесты, в какие-то опросники, в какие-то рассуждения на вебинарах, ну, с женским таким типом восприятия. Не надо обижаться, если, допустим, мы про мужчину скажем, что у него женский тип восприятия. Большинство актеров, большинство людей творческих профессий, а все, кто проводит вебинары, все, кто проводит публичные выступления, это люди, еще раз повторюсь, творческие. У них присутствует, ну, не то, что там превалирует, но у них присутствует у мужчин женский тип восприятия. Вот. И подача информации. Потому что это люди творческие, они входят в кураж, они входят в роль. Вот. Если говорить, там, донести что-то до женщин, привести какие-то примеры, то приводить примеры из быта, из семьи, ну, это природные качества женщин, вот, воспринимать все на том уровне, которое им близко, которое им присуще. Там девочки все равно играют в куклы, ну, не все, конечно, но играют в куклы. Вот с рождения девочкам куклы покупают, мальчикам машин. И даже в одной семье, когда есть девочка и мальчик, девочка играет с куклой, а мальчик с машинкой, они, конечно, могут там поиграть вместе и в куклы, и в машинки, но, тем не менее, у них у каждого свои игрушки. Вот. То есть, вот, женщина на эмоциональную сферу, а мужчина на конкретику. И этим всем это и подтверждает. Мужчинам, ну, скажем так, донес информацию и резюмировал ее. А женщинам нужно еще пожить в этой информации и представить ее. Они глубже в нее поглощаются. Мужчинам нужна доказательность, логика, факты. Посмотрите, вот, кто у нас чаще смотрит новости? Мужчины. И сейчас вот эта вот логика, факты. Мне вспомнился, передача была, международная панорама, в 80-е, в 70-е, наверное, годы. Там как-то, вот, такая заставка была, там, факты, комментарии, ты, вот, даже голос за кадром говорил, вот, такие слова. И в основном, конечно, вот этот международный панорам, вот если у нас здесь есть, ну, более старшее поколение, кому там 50, наверное, плюс, эту передачу, наверное, помнят. И смотрели, а, события, факты, комментарии, точно, вот, Павел Юрьевич мне подсказывает. Ну, вот, опять я сейчас на себя перетягиваю. Да, вот, международная панорама была одна из моих любимых передач. Вот, тогда, сейчас я не смотрю эти политические передачи, промывание мозгов, тогда это было интересно. Ну, и давайте, резюмируем. Есть ли у нас вебинары для мужчин, или мужские, так скажем, вебинары по типу? Небольшой объем информации. Мужчины не способны запоминать столько информации, сколько женщины. Больше измеримых аргументов, меньше деталей на иллюстрациях, более короткие фразы и опираться на логику. То есть, это четкие, логичные, понятные. Пришел, увидел, победил. Вот, это такой мужской девиз. Что касается женских вебинаров, это более эмоциональные, более красочные, более языковые, вот, больше языковых приемов, больше каких-то деталей, подчеркивать эти детали, и возможность многозадачных ходов. То есть, мужчины, они не такие многоходовые, действительно, как женщины. Мы в быту можем сказать, что женщина, она продумывает на три шага, там, на четыре шага вперед, и опять вернусь к сериалам, если вы их смотрите, ну, иногда тоже, так, какие-то смотришь, там, сериалы, вот, дурацкие, мы на канале России, там, идут сериалы, и там, женщина, как всегда, такая коварная, которая, там, просчитает на пять ходов вперед, для того, чтобы, коварная, если это плохая, хорошая всегда героиня есть, да, и вот эта плохая героиня, всегда просчитает на пять шагов вперед, для того, чтобы добиться какой-то своей цели, там, своего миллионера, или завладеть наследством. То есть, вот такие вот многозадачные ходы, она может просчитать, ну, во всяком случае, способна на это. Вот такие вот, в общем-то, такую информацию, хотел я вам сегодня занести, конечно, если глубоко разбираться в этой теме, и не только в этой теме, а вообще говорить о проведении вебинаров, вот Павел Юрьевич не даст соврать, что, конечно, элементы, которые нужно учитывать при проведении вебинаров, их намного больше. Вот, сегодня мы рассмотрели только один вопрос. У нас есть такие вопросы, как, как работать со слушателями, киноэстетиками, например. Это люди, которым нужно пощупать, потрогать, вот как средствами вебинара донести до них информацию. Как проводить вебинары для, скажем так, молодого поколения, там, для людей 20 до 30 лет, или до 25 лет, потому что с этой аудиторией уже начинаешь работать, и это та целевая аудитория, которая родилась уже со смартфоном в руках. И они по-другому воспринимают информацию, то есть возрастные вебинары, как проводить. И очень-очень много еще таких деталей нужно учитывать, когда ты проводишь вебинар. Мы сегодня поговорили только об одном маленьком аспекте, который не нужно воспринимать, как вообще абсолютно вот все так смотрим, у меня на вебинар зарегистрировалось 90 женщин и 10 мужчин, они занимаются тем-то, тем-то. Да, сейчас я буду вот только так проводить. Мы просто должны учитывать особенности восприятия информации, и проводить вебинары так, чтобы их могли воспринимать люди с различным типом восприятия. И я сейчас даю вам для скачивания, уже слайды можете скачивать, вот, с различным типом восприятия. Мы должны учитывать и тот тип восприятия, и этот тип восприятия информации, и давать информацию так на своих вебинарах, чтобы нас могли услышать и одни, и другие. И просто должны знать, что есть люди с разным типом восприятия, и мы должны это учитывать при подготовке своих вебинаров. Может быть, и эмоциональную сторону задеть, и логики больше добавить, чтобы нас услышали все, кто хочет нас услышать, или кому мы хотим донести нашу информацию. На этом вот этот вебинар я сегодня заканчиваю, но я с вами не прощаюсь. Я надеюсь, что 21 февраля в 12 часов мы с вами встретимся, потому что мне так кажется, что большинство людей, которые присутствуют на этом вебинаре и задействованы на этом ресурсе, посещают вебинары в Директ Академии, задумываются о самозанятости. Я хочу просто предварить несколько фраз по поводу этого закона, что стоит обратить внимание на этот закон, то есть, во всяком случае, знать этот закон, знать практику его применения, то есть, она уже немного сложилась, и подумать о том, как можно, скажем так, применить этот закон для себя, для своей выгоды. Мы будем говорить там и о вообще преподавании, как самозанятый, и о том, что если вы сдаёте квартиру, как вам самозанятому выгодно это, невыгодно, потому что сейчас вот кто в Москве живёт, в Санкт-Петербурге, кто пенсионер особенно, как быть с этими вопросами, как быть пенсионером, идти ли им в самозанятые линии, и обо всём этом мы поговорим. А сегодня я прощаюсь с вами, вы можете скачивать слайды, и мы с вами встречаемся на следующих вебинарах. Я останавливаю своё вещание, и, наверное, Павел Юрьевич выйдет в эфир, что-то ещё прокомментирует, или просто остановит запись. Лариса, огромное спасибо. С удовольствием посмотрела вебинар. Также с нетерпением жду вебинара 21 февраля. Мне эта тема тоже чрезвычайно интересна, и в личном плане тоже. Да, и всем нам, педагогам, эта тема, ну, если кто-то занимается педагогической деятельностью, эта тема достаточно актуальна. Да, слушая Ларису, ещё подумал, что, наверное, интересна была бы тема изучения не только гендерных особенностей вебинаров, но и возрастных особенностей, какие вебинары пойдут для 18-летних, для 30-летних, 50-летних и 70-летних. Наверное, тоже очень разное восприятие у этих людей. Но это уже такие темы, это мысли, которые возникли по ходу вебинара. Я всех благодарю за участие в нашем вебинаре. Напоминаю, что в Директ-Академии вебинары проходят каждый день в 12 часов, ну, за редким исключением, некоторые вебинары позже проходят. И приглашаю вас на все вебинары нашей вебинарной недели. Всего доброго, до новых встреч в Директ-Академии. Да, ну, уровень подготовки, конечно, тоже много значит. Ну, там много аспектов можно, конечно, рассмотреть. У меня уже эти мысли как-то начали шевелиться, надо над ними думать. Продолжение следует...